Здравствуйте дорогие друзья! Тема сегодняшнего видео – воспоминания советских солдат и офицеров о Великой Отечественной войне. Даже в этом аспекте наши славные предки наголову превосходят немцев. В своих мемуарах они не боятся говорить правду, какой бы она ни была, более глубинно смотрят на все происходившее в то время. Поэтому обязательно оцените видео, оставьте свой комментарий по данной теме, чтобы как можно больше людей ознакомилось с данным материалом. Ну а мы начинаем. Вспоминает ветеран Белик, капитан Сударев, 9 июля 1941 года. Наше зенитное орудие 61К и сломанный трактор стояли в низине. Личный состав орудийного расчета, еще не произведя ни единого боевого выстрела, лишился командира орудия, внезапно ушедшего от сердечной болезни. Подъехавший на мотоцикле капитан быстро распорядился тяжело груженную снарядами полуторку отогнать в лесок и замаскировать ее. Немцы нескончаемым потоком шли по дороге, обтекая наше брошенное орудие. К вечеру поток ясяк. Мы разгрузили машину с помощью ее и такой-то матери. Подтащили орудия капушки леса, установили и замаскировали. Два пулемета распорядились установить на флангах. К полудню показалась большая колонна противника, мы атаковали ее. Орудийный расчет работал слаженно, как на учение. Такое у меня сложилось ощущение. Зенитное орудие, благодаря высокой скорострельности, наносило существенный ущерб живой силе противника и транспорту. С флангов работу довершали пулеметы. В первые 3-4 минуты мы подбили все грузовые автомобили и бронетранспортеры. Немцы очнулись и начали оказывать серьезное сопротивление, перейдя в атаку на флангах. На 8-10 минуте боя замолчал левый пулемет. Затем закончились снаряды. Немцы начали окружать нас. Капитан был выведен из строя, когда бежал к умолкшему правому пулемету. Поле боя мы покинули на полуторке. Через 4-5 километров завернули в лесок. Капитан ушел у нас на руках. Имея в достатке индивидуальные медпакеты, мы не имели элементарных навыков оказания первой медицинской помощи. Немцы на мотоциклах до темна шарили по окрестным лесам. С наступлением темноты через брод. В районе полица миновали реку Плюсу и выехали в расположение своих. Первым нашим боевым командиром был офицер, начальник места и рай милиции, капитан Сударев. Мы поняли. Война это использование малейшей возможности дать бой. 16 августа 1941 года. Наша рота 74-й стрелковой дивизии переправилась через реку у села Евгеньевка. Окопались. Мы должны были препятствовать переправе противника через реку Ингулец. В течение двух суток отбивали вражеские вылазки. Подвергались минометному, артиллерийскому обстрелу и ударам авиации с воздуха. 19 августа это был мой четвертый день боев. В роту поступило пополнение. Это были здоровые, уверенные в себе молодые парни. Но чего-то в них не хватало. Но чего? Это так и осталось для меня загадкой. Вспоминает Гура Николай Дмитриевич. Дионисий. Зимой 1942 года после неудавшейся атаки я лежал контуженный на нейтралке. Охотников вызволить меня, кроме якута Дионисия, не нашлось. Для этого ему пришлось два часа копать в снегу 50-метровую траншею. С помощью веревки я был доставлен обратно в окоп. Обморожение получил незначительное. После лазарета вернулся в свой взвод. С Дионисием мы побратались и не расставались до самого его конца. В январе 1943 года его наградили орденом Красного Знамени за уничтожение 98 вражеских солдат. Он умел быстро разобрать, собрать и отрегулировать винтовку. Стрелял точно, под нижний обрез каски. К патронам относился очень бережно, был скромен. Несмотря на молодость, был опытным бойцом роты. Командир обычно поручал ему во время атак ликвидацию пулеметчиков и персонала вражеских бзотов. 19 марта 1943 года он застрелился. Произошло это мгновенно и просто. Перед кончиной сжег приклад за рубками, посмертно награжден орденом Отечественной войны. Вспоминает лейтенант Красной Армии. Артобстрел. Полноценный свежий батальон немецкой пехоты после минометного обстрела атаковал нас вдоль дороги. После боя наш командир роты запросил помощь. К примеру, в моем взводе осталось 12 бойцов, 5 автоматов и пулемет. После обеда немцы вновь пошли в атаку. Наша артиллерия, по чьей-то преступной ошибке, плотным огнем накрыла расположение нашей роты. Командира не стало. От моего взвода осталось 3 бойца. С наступлением темноты остатки былой роты отправились в распоряжение командира дивизии. Из нас сформировали отряд истребителей танков. Раздали противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, снабдили противотанковыми ружьями и бросили на танкоопасное направление. Потери в отряде были несравнимо выше. На шестой день меня задело. И меня отправили на долечивание. Затем комиссовали вчистую. После лазарета я обратился в военный трибунал с просьбой расследовать все обстоятельства данного артобстрела. Дело закрыли в ноябре 1943 года за отсутствием свидетелей, так как командование нашей дивизии расправилось с потерпевшими. Вспоминает полковник Бесчас. Фронтовые сводки. Нас, командиров батальонов, на совещании строго увещевал полковник НКВД, предлагая проводить выборочные проверки по достоверности поданных ротами сводок. Оказывается, по данным сводок, подаваемыми командирами частей Красной Армии, мы на апрель 1944 года разгромили более 8 миллионов немецких солдат, танков и прочей военной техники. Разбили втрое больше, чем имеется у врага. По утверждению генерального штаба, от Черного до Баренцева моря, перед нашим фронтом нет немецких войск. Они уже все разгромлены нашими приписками. Вспоминает Макаренко. Последний боевой день. 17 июля 1943 года меня задело. После выздоровления списали вчистую. Я расскажу об одном дне. 16 июля 1943 года. С утра мы не умывались и не кушали. Отцы командира объяснили, что тылы еще не подтянулись. Ближе к 12 немцы после плотного минометного обстрела пошли в атаку. Впереди плыли 7 танков и 10 бронетранспортеров. А следом батальон пехоты. Приказ был подпустить на 100-150 метров. Огонь по команде. Артиллерия молчит. Под каской казалось, будто вши ползают миллионами. И волос встал дыбом. Такой вот страх. Бой закончился тем, что подбили 3 танка и 4 бронетранспортера. Но немцы минометным огнем выбили нашу арт батарею. К 3 часам привезли сухой паек. В 5 немец пошел в атаку. Отбили с трудом. К 7 часам наши потянули артиллерию. И начался артобстрел немецких позиций. После которого мы пошли в атаку. Первую линию вражеских траншей сумели захватить. После боя я сразу уснул. Разбудили ночью. Привезли горячее. Взводный сказал, что мы за прошедшие сутки потеряли каждого второго бойца. Вспоминает Жакупов Базбитай. Рота, которой нет. Рота на марше растянулась на 400 метров. Позади всех плетется Растегаев. Вчерашние 38 километров и сегодняшние 34 километра сделали роту небоеспособной. На отдых расположили в большом сарае. Ужином смогли накормить только утром. Так крепко спали солдаты. Растегаев не проснулся. Похоронили его в дальнем углу школьного сада. Позже мы завидовали его незаметному тихому уходу во сне. Мягкой земле, где он покоится. Аккуратному холмику. Звездочки и таблицы с полной надписью. Немецкие бомбы и снаряды разрывали все на куски. Мы попали под ураганный удар. От моей роты через 4 дня боев осталось 7 человек. На переформировании командир роты отправил меня ординарцем в батальон. Но боевые действия не обошли меня стороной. Я был дважды задет. Получил тяжелое. Имею награды. Ротный В конце августа 1944 года наша рота стояла под селом Хуши в Молдавии. Полк застрял в узкой межгорной горловине. Почти на сутки. Развернуть силы не представлялось возможным. Полковник ходил узлой. Сверху давили. Немцы имели противотанковые пушки и постоянно меняли их позиции. Наши танки, выскочив из-под пригорка, попробовали взять нахрапом, но были подбиты. Я по опыту узнал, что теперь вызовут авиацию и устроят немцам встряску. Затем мы пойдем в атаку. Шесть самолетов-штурмовиков П-2 зашли на обстрел вдоль по немецкой линии обороны. По ротам был дан приказ готовиться к атаке. Ротный рукой указал направление движения вдоль правой стороны дороги. Не добежав до кустов, нас положил на землю заработавший с левого холма пулемет. Мы были у него как на ладонях. Положив нас, он начал нас методично отстреливать. Спасения не было никому. Я лежал, вжавшись в землю и шептал молитвы. Больше рассчитывать было не на такого. Обстрел прекратился. Я продолжал лежать без движения. Всех, кто остался жив и пробовал добежать до кустов или отползти назад к своим позициям, пулемет укладывал. Наши вызвали авиацию. Штурмовики на Бреющем начали обстреливать немецкие позиции. Я быстрыми бросками перекатился вперед в кусты. Теперь я не был виден немцам и вне зоны прямого обстрела нашими. Кусты окружали небольшое озеро в диаметре метров 30-40. На берегу лежало несколько подстреленных немцев и два немецких мотоцикла. Южная часть озера не могла простреливаться пулеметом. Здесь между кустами и срезом воды я был в безопасности. От немецких позиций к озеру вела дорога, по которой они сюда и приехали. В сумерки я обследовал содержимое карманов и запасов у этих немцев и в мотоциклах. Немного перекусил. Решение остаться на этой позиции до новой атаки было благоразумным. Вернись я назад, посыпались бы на меня упреки ротного в потере взвода. Собрав оружие, я залег. Ночью приходили немцы, купались и набирали воду. Утро началось с бомбардировки и атаки. Я стрелял из немецкой винтовки и возможно уложил пару фрицев. В ответ они открыли шквальный огонь из пулемета и автоматов. Я был в относительной безопасности. После обеда позиции немцев были вновь подвергнуты бомбардировке и артобстрелу. Атака началась с последними взрывами канонады. Я сменил позицию и начал из ментовки обстреливать пулеметчиков. Пулеметы замолчали. Мимо меня уже пробегали наши солдаты. Немцы были выбиты из своих позиций и из села Хуши. Полковник лично поблагодарил меня за смекалку и находчивость. После боя мы лазили по немецким позициям. Немцы хорошо оборудовали пять пулеметных гнезд, в которых имелся огромный запас кассет, сменные стволы. А старая штольня с большим запасом воды и продовольствием служила им хорошей защитой. Противотанковые пушки мы не обнаружили. По всей вероятности, отбив танковую атаку и зная нашу стратегию беречь танки, перебросили пушки на другой участок фронта. За находчивость и смекалку в этом бою я получил орден и был назначен командиром роты. Теперь я стал маленьким полководцем. А полководцы, как известно, в атаку лично не ходят. Божья коровка. Остатки нашей роты загрузили в машины и повезли в тыл. На узкой лесной дороге водитель передней машины, увидев большую лужу, заерепенился и предложил нам помочь машине веревочкой. Вы знаете, у меня вдруг возникло такое чувство, что если я сейчас слезу с кузова, то произойдет что-то необычное и меня снова отправят назад в окопы. Откуда я точно не вернусь? Но когда много народа, всегда найдется человек, который не поленится слезть с кузова. Вот нашелся солдатик, вытащил шофера из-за руля и по-мужицки, намахом, надавал по харе. Машина увозила нас от боев, легко и просто преодолевая лужи и рытвины, а водитель, не оправдавший доверия, сидел рядом со мной. Расположили нас на втором этаже двухэтажного каменного дома. Я не помню, сколько мы спали, но нас никто не будил. Проснулся утром, вышел во двор. На дереве висел умывальник. На столе дымилась каша. Кто-то сидел и жадно похрюкивая ел. Ближе к вечеру в походном котле кипятили воду. Под немецким бронетранспортером развели костер и устроили в нем парилку. Мы мылись по очереди. Очереди как таковой не было, но мы мылись по очереди. В тех условиях иначе было невозможно. Мыться можно было, только уступая кому-то, а кто-то уступал тебе. Потом долго ходили без формы, но прохладые комары заставляли одеться. Тяжко вздыхая, мы молча просидели за столом до утра. К вечеру приехала автомашина с обмундированием и оружием. За полчаса нас привели в божеский вид. На ногах появились новенькие сапоги. Обмундирование пахло плесенью и махоркой. Выдали автоматы в заводском масле. Спать теперь хотелось не на голом полу, а на душистой перине. Рота разбрелась в поисках травы. К ночи в котле вода закипела. Под бронетранспортером развели костер и рота не торопясь мылась, уже начистую. Спать отправлялись уже остывшие и подсохшие. Мы не стеснялись выпускать лишний воздух. Во сне вздрагивали от страха, кричали и плакали, но никто никого не будил и не успокаивал. Только изредка все мы просыпались, вздрагивая от истошного крика человека, молящего Господа о помощи и беспомощно вколачивающего кулаками свой страх в пол. Мы садились возмущенному на спину и крепко прижимали его к полу, пока тело не обмякнет. Это все происходило во сне. Человек даже не просыпался. Если раньше мы могли подшучивать, то теперь не смели. Боялись друг друга, потому что как не знали, что может вытворить твой товарищ, побывавший в пекле боев. Я ходил один по лесу. Мне казалось, что мир восстал против меня и я обязан с ним, сейчас, немедленно, что-то сделать. В этом состоянии я пребывал многие дни, но дни отчаяния сменились днями безразличия. Я понимал бесполезность отчаяния, ведь оно заковано надуманным воинским долгом. Дни тянулись однообразно, мы лениво проводили их на перинах, ночью мылись и пили чай. Потом прислали пополнение. Я вводил трех доставшихся мне новобранцев в курс военного дела. «Вы жить хотите?» – спросил вначале. Больше никогда не было у меня более благодарных слушателей. С утра до вечера они ходили за мной по пятам, впитывали и переваривали каждое сказанное мной слово. О моих педагогических способностях заговорили однополчане. Глядя в глаза новобранцам, мне хотелось, чтобы они остались живы, как можно дольше. Я учил их передвижению короткими перебежками, ползанию по-пластунски. Один из них радостно закричал «Божья коровка!» Утром следующего дня мы шагали на передовую. Кто из вас, шагавших рядом, остался жив? Низкий вам поклон. На этом сегодня все. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока! До новых встреч!